Наконец-то вы выбрались на природу, и впереди вас ждут приятные и размеренные дни прогулок и медитативного отдыха вдали от цивилизации. Вы долго шли и уже забрались довольно далеко. Самое время разбить лагерь. Куда ни посмотри. Всюду вокруг лишь густой лес и подходящего места, чтобы поставить палатку, пока не видно. Наконец вы замечаете красивый зеленый участок. На нем совсем нет деревьев, лишь какие-то небольшие и редкие кусты. Вы очень рады, что смогли найти такое уютное место и тут же начинаете ставить палатку. Земля вокруг необыкновенно мягкая и ровная, но вас это не слишком беспокоит. Тем более, что колышки входят в землю, как нож в масло. К тому времени, как вы заканчиваете, уже темнеет, поэтому вы забираетесь в палатку и залезаете в свой уютный спальный мешок. Вы просыпаетесь от странного чувства, будто что-то не так. Ощущение, что вы лежите в луже? Вы начинаете извиваться в своем спальном мешке. Да он же просто полностью промок. С невероятной скоростью вы выбегаете из палатки и видите, что она начала погружаться под землю. Оказывается, вы разбили лагерь на болоте. Кстати, вам повезло. Болото не всегда легко определить. Иногда его вообще не видно до тех пор, пока вы не окажетесь уже по колено в грязи и неприятностях. Выбраться оттуда может быть весьма непросто. Мох и корни создают мягкую прослойку, которая медленно затягивает вас. И когда вы попытаетесь вытащить ноги, можно запросто остаться без ботинок. Определить лесное болото довольно легко, если знать, что искать. Если вы находитесь в густых зарослях и видите пышную, залитую солнцем поляну, где не растет ничего, кроме мха и редких кустов, велика вероятность, что это болото. Вы также можете проверить это и осторожно наступить на землю. Если она начнет пружинить, лучше держаться подальше. Еще одна причина, по которой болото может быть опасно, это, как ни странно, лесной пожар. Если вы остановитесь слишком близко к болоту и разведете костер, огонь может быстро распространиться, особенно если будет сильный ветер. В болотах этопии полно смолы, которая скрыта слоями воды и мха. Если она загорится, то потушить ее будет практически невозможно. Всегда держитесь на безопасном расстоянии от любого болота, прежде чем разжигать костер. Еще одна весьма распространенная ошибка при разбивке лагеря в дикой природе – не смотреть вверх. Предположим, вы нашли твердую почву, чтобы поставить палатку, очистили ее от шишек и камней и убедились, что поблизости нет муравейников. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь забрался ночью в ваш спальный мешок. Место, которое вы выбрали, идеально, а дерево, к которому прислонена ваша палатка, защищает вас от ветра и дождя. Вы готовитесь ко сну и выключаете походный свет, и вдруг ваша палатка начинает сотрясаться, будто на вас напал дикий зверь. Сбитые с толку вы вылезаете наружу и видите, что на вашу палатку упала огромная ветка. Самое обидное, что это можно было легко предвидеть. Просто нужно было сначала посмотреть вверх, прежде чем разбивать лагерь. Большие гнилые ветки легко заметить, и никогда не стоит ставить палатку прямо под ними. Ветка может упасть в любой момент, и вам очень повезет, если она не порвет вашу палатку и не причинит вам вред. Каждый год десятки туристов совершают такую ошибку и частенько дорого за нее расплачиваются. Взгляд вверх также поможет вам убедиться, что над вами нет осиных гнезд или паучьих сетей. Они могут оказаться даже хуже веток, потому что осы не любят, когда их беспокоят, а пауки могут оказаться ядовитыми. Если вы увидели красивую речку и решили разбить лагерь на берегу, обратите особое внимание на то, где именно вы ставите свою палатку. Если держаться слишком близко к воде, особенно весной или осенью, скорее всего, посреди ночи вы окажетесь на плаву. Всегда заранее смотрите прогноз погоды на день и ночь. Если есть хоть какая-то вероятность дождя, лучше держаться подальше от любых водоемов, особенно рек. Из-за дождя вода может подняться, выйти из берегов, затопить ваш маленький лагерь и испортить вам отдых. Но даже если вы разбили лагерь далеко от воды, дождь все равно может все испортить. Скажем, вы снова находитесь глубоко в лесу, и кроны деревьев защищают вас от непогоды. Осадки все еще попадают на лесную подстилку, но по крайней мере все не так плохо, как на открытом месте. На следующую ночь, когда вы разбиваете лагерь в другом месте, вы чувствуете, что земля стала мягкой и упругой. Но это не болото. Просто из-за вчерашнего дождя почва стала рыхлой. Если вы находитесь в таком месте, лучше переместитесь в более твердое место. Дело в том, что мягкая и рыхлая почва может в любой момент поехать. Это движение не так опасно, как если бы вы находились в болоте, но колышки вашей палатки тоже могут ослабнуть, и вы окажетесь погребенными под целой грудой тряпья, которая раньше была вашей палаткой. А если вы решили разбить свой лагерь в уютной долине, и дождь начинается тогда, когда вы уже находитесь там, что ж, самое время приготовиться к приятному плаванию. Вся вода, естественно, потечет вниз и к вашему убежищу, и в конце концов проложит себе путь и под вашей палаткой. Неудивительно, что проснувшись, вы окажетесь в дождевой воде по самую шею. Какое прекрасное место для отдыха! Оно находится на самой вершине холма, так что поблизости нет воды, светит солнце, и нет ни одного дерева, которое могло бы его заслонить. Загар здесь будет просто потрясающим. Ну, по крайней мере, так вам будет казаться первые несколько часов. Но когда вы пробудетесь чуть подольше, то поймете, насколько ошибочным было это решение. Прямые солнечные лучи могут серьезно нагреть вашу палатку всего за несколько часов из-за материалов, из которых она сделана. И вы почувствуете это, как только заползете внутрь. Скажем, вряд ли вам захочется оставаться там до тех пор, пока не наступит ночь и палатка не остынет. То же самое и с ветром. На открытом месте порывы могут достигать сумасшедшей скорости. И если вы не были осторожны, забивая колышки, можно попрощаться со своей палаткой раньше времени. Лучше всего найти место рядом с деревом, которое защитит вас и от солнца, и от ветра. Тем не менее, не поддавайтесь искушению разбить лагерь возле одинокого дерева. Особенно учитывая прогноз погоды. Если надвигается серьезная гроза, одиноко стоящее дерево послужит громоотводом. Нетрудно представить, что будет, если молния ударит в дерево, под которым вы расположились. Эй, а вы можете неплохо от этого подзарядиться. Во время зимнего кемпинга погода может быть еще более коварной. Помните, мы с вами обсуждали прямой солнечный свет? Забудьте об этом. Зимой будет лучше, чтобы солнце светило как раз на вашу палатку. Холод может добраться до вас независимо от того, насколько у вас дорогое или крутое убежище. А в холодное время года ветры, как правило, гораздо более свирепы. Прямые солнечные лучи помогут вам справиться с большей частью холода. Одна из наиболее распространенных ошибок туристов – разжигание костра слишком близко к палатке. Да, материал палатки хорошо проводит тепло, и это здорово. Но он также может легко загореться. Иногда достаточно одной искры, чтобы палатка сгорела дотла. Убедитесь, что между вашей палаткой и костром достаточно места, и никогда не оставляйте костер без присмотра. Перед тем, как лечь спать, нужно обязательно потушить огонь, чтобы потом не пришлось просыпаться в пылающем аду. Насекомые могут испортить даже самый увлекательный поход. Комары, муравьи, клещи могут пробраться к вам в палатку, где бы вы ни находились. Поэтому убедитесь, что вы надежно от них защищены. Используйте репелленты для кожи, когда выходите наружу, и ставьте спираль от насекомых рядом со входом в палатку. Однако не ставьте ее слишком близко или внутри палатки. Запах от нее слишком сильный, а еще это может стать причиной пожара. Чтобы избежать проблем с комарами и особенно с клещами, старайтесь держаться подальше от озер, прудов и густых лесов, где могут находиться болота. Комары размножаются в стоячей воде, поэтому участки вокруг таких бассейнов просто изобилуют крылатыми вредителями. Но при ветре им трудно летать, поэтому лучше всего выбирать открытые места, чтобы от них избавиться. Не позволяйте им доставать вас!